Тысяча плюс пять. На выставке представлена акварельная и масляная живопись, скульптура и даже гобелен. Заведующая сектором по выставочной деятельности Екатерина Шевченко поделилась, что в этом мероприятии принимают участие не только члены Белорусского союза художников, но и пять мастеров в качестве гостей. Сегодня мы открываем выставку под названием «Тысячу и пять». Символичное такое название. Выставка посвящена Дню города и 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Художники делают подарок городу. Это, в общем-то, где-то традиционно. В этом году мы не изменили своим традициям. В экспозиции представлены, конечно же, в большинстве живописные работы. Много акварели, скульптура и один гобелен. Всего 79 произведений. И сделаны они 27 художниками. Некоторые посетители выставки пришли просто насладиться искусством, а кто-то пришел поддержать знакомых художников. Например, студенты второго курса Бресского государственного университета пришли посмотреть на работу своего преподавателя. Данная картина – картина моего преподавателя Ковальчук. Он замечательный человек. Он, как личность, он довольно интересный, но пары у него всегда очень веселые и очень интересные. Ведет он у нас рисунок. Человек замечательный, человек душевный. В картинах он передает очень много своего внутреннего мира, своего какого-то внутреннего видения. И он зациклен на построении именно лица, каких-то пропорций. Поэтому все у него будто бы отточено штангенциркулем. На некоторых картинах можно узнать районы и улицы Бреста. Художники изобразили милые их сердцу места. Микрорайон Южный, Граевка, Речица. Так, например, художник Леонид Волосюк в своих работах показывает родные места в разные времена года. Хотя я работаю и в таким беспредметном мастерстве, в живописи. Але хочется уже давно показывать старый Брест. Тот же самый старый район Граевка, который был побудован с початком будовництва Чигунки. Брест, Москва, Варшава. Глядя на экспонаты, видно, что художники пишут город Брест с удовольствием. Яркие краски, живые мазки и плавные линии навевают атмосферу уюта. Благодаря героям-освободителям мы можем гулять по любимым улицам, наслаждаться творчеством художников и отмечать День города. На выставку ушла, потому что интересно, вся культура интересна. Тем более история, культура Брестка, Брестка в области обязательно. И плюс ко всему еще, будем говорить так, посмотрела по выставке, очень интересно и очень много посмотрела, есть новых фамилий. То есть это очень приятно, что появляются художники, не знаю, молодые, возрастные, то есть в качестве возрастной категории не знаю, но по картинам они новые, очень интересные картины. Это хорошо, что город всегда разбавляется новыми людьми, новыми талантами, новыми картинами. Это приятно всегда. Софья Новикова, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.